Закончился у меня также крем для кожи вокруг глаз из серии Гордерека. Я вам уже говорила, что я не всегда пользуюсь по возрасту, по своему средствами уходовыми. Если я, например, знаю, что у меня проблемная зона – это глаза, а у меня опущенное веко, то есть оно не такое приподнятое, скажем, как я бы хотела. Я знаю, что, вижу, что у многих глазное яблоко, оно вот так вот видно. То есть веко подвижное, приподнято, и его очень сильно видно. У меня же всё-таки опущенное. Ну, не такое, скажем так, вот. Хотелось бы мне вот так вот. И поэтому я беру себе продукты для старшего возраста, чем я. Гордерека у нас 40+. Крем очень хороший, он увлажняет, на самом деле небольшим лифтинговым эффектом обладает. Лёгкая у него консистенция, хорошо впитывает, покрывает вот такой даже плёночкой. Но я люблю, когда продукты плёночкой покрывают. 15 мл здесь у него стандартная. Видите, я его допользовала прям до конца. Знаете, с чем мне не нравится? Она и нравится, мне такая упаковка, и не нравится. Нравится тем, что здесь есть дозатор, и вы можете выдавить то количество крема, которое вам нужно. То есть вы не переборщите. Но в то же время, когда остаётся крем на донышке, его тяжело оттуда достать. Сначала я доставала палочкой, такой вот ватной палочкой. Потом, когда мне уже надоело, я его перевернула и остатки просто нанесла на лицо. Когда я на лицо нанесла крем, который вообще предназначен для глаз, кожа была идеально-идеально гладкой. Вообще классный такой вот крем. Это, конечно, дорогое удовольствие, если покупать крем для кожи века, потом пользоваться им для лица. Но вот попробуйте. Я вот те крема, это вот тоже, думаю, ну куда их деть? У меня остался крем с Аквасмар тоже под глаза. Я думаю, ну как им пользоваться, да? Их не так. То есть расход у них не такой быстрый, как у того же дневного, там, ночного крема. Так вот, я придумала, что можно вот остатки... Вот я пожелтела после остановки кадра. Так вот, остатки можно использовать в качестве дневного или ночного крема. Также мыло у меня уже заканчивается. Ну, я обычно упаковку сразу убираю. Немножко там кусочек у меня остался. Я кусковым, как правило, мылом не пользуюсь. Только для стирки носочков после тренировки, либо нижнего белья. Я бы не сказала, что мне особо понравился вот этот аромат. Это из новой линейки у нас оранжерии. Ну, не новая линейка, линейка это старая. А запахи у нас, ароматы появились, по-моему, перед Новым годом. Асмантос и Лемонграсс. Он травяной. То есть я люблю больше... Ну, цветочный, наверное. Ну, он травяной. Вот кому нравятся травяные запахи, я думаю, вам будет... Вам будет приятно им пользоваться. Но мне бы хотелось чего-то другого. А также у нас есть прокладки. Прокладки у нас есть трех видов. Это ночные. Там всего лишь то ли 7, то ли 8 штук. Это дневные на критические дни. Их здесь 10 штук. И есть еще и ежедневки. Я ежедневками не каждый день пользуюсь, как я уже 150 раз говорила. На последние дни, скажем так, критические дни. Эти вот хорошие у нас прокладочки. Это вот дневные я сейчас вам держу. Они на 100% состоят из натуральных материалов. Там абсорбирующий полимер есть внутри. Сверхтонкий хлопок. Прослойка из сверхмягкого хлопка. Есть у него новый противобогатериальный чип. И экстракт зеленого чая. Хорошенькие. Они, конечно, не как Олвис. Потому что Олвис имеет, во-первых, сама по себе верхняя поверхность. Она не натуральная. Она какая-то, ну, как синтетическая. Такая, как прорезиненная, скажем так. Комары, что ли, опять начали летать. А у наших первый слой хлопковый. И, знаете, есть вот то, что мне не нравится, небольшой эффект залома. То есть они вот как лодочкой вот так вот сворачиваются. Но, тем не менее, у них впитываемость отличная. Они не ватные. Вот, знаете, вот если вы когда-то пользовались ватными прокладками, когда они вот полностью у вас пропитываются, они у вас сжимаются вот так вот в комок. Такого эффекта у наших прокладок нет. Но они не как Олвис, который всегда вот в расправленном таком состоянии остается. Все-таки наши, они немножко съеживаются. Но, опять же, съеживаются за то, что... За счет того, что это натуральный материал, натуральная ткань. И в любом случае, если она будет впитываться, она будет немножко как бы деформировать, скажем так. Но у них хороший клеевой слой. То есть, они у вас никогда в течение дня никуда не одеваются. Они не двигаются там туда-сюда. Вот, хорошие в этом плане. Также я себе постоянно беру колготки. Вот это вот колготки у нас 20DN черного цвета. И в размере единичка. Это XS. Они у нас полноразмерки. Если я в магазине беру двоечку, то здесь я беру единичку. И они мне очень хорошо подходят. И вот если вы будете смотреть размерную сетку, которая с обратной стороны, также ее можно посмотреть на сайте, то у меня рост 1,61 м. И я 50 кг. Вот как раз я укладываюсь в единичку. То есть, вот эта вот размерная сетка, она соответствует полностью. Ориентируйтесь по ней, когда будете выбирать свой размер колготок. У нас есть не только черный, у нас есть и заниженные талии. Кстати, у них посадка высокая. Есть у нас еще заниженные талии, есть у нас горошек, есть у нас теплые колготки. Есть 60DN цветные, 40DN, 20DN чулки, носки и гольфы. Надеюсь, я ничего не забыла. Поэтому ассортимент у нас огромный по колготкам. По носкости они отлично себя показали. Я ношу одни и те же колготки, чуть ли там не 2, не 3 сезона. Черные покупаю. Это уж если вы зацепите их прям серьезно, так то они, естественно, у вас разойдутся по швам. У меня девчонка-консультант приходила, она говорит, я уж думаю, ну когда же они протрутся, когда же они порвутся, потому что она говорит, ну уже надоели мне, хочется уже чего-нибудь поменять. Они все как-то не выходят, из строя не выходят. Хотя кто-то говорил, например, что я не успела их одеть, я тут же сразу порвала. Ну, наверное, как зацепишься все-таки. Кто-то мне говорил, например, что я зацепилась. Если это комар, то это все. Катастрофа. Я зацепилась, она говорит, и все, думала, дырень там будет огромная, но в итоге, говорит, посмотрела, и оказалось, что там даже нет затяжки, они быстро растянулись, и все. Одна еще женщина, которая работает на колготках, умеет в них разбираться, она как-то рисунок там на просвет смотрит, и если там волна есть на колготках, то это очень хорошая вязка у колготок. Они, говорит, отличные. Я вообще тоже брала у меня, скупала их в огромное количество, как себе и семье, и коллегам по работе. Так что всем рекомендую. На этом все. Мои пустые баночки закончились. До новых встреч на моем канале. Ссылку для регистрации я оставлю в инфобоксе к этому видео. Это ссылка моего консультанта Копьева, Марины. Она вас проконсультирует по всем вопросам. Оформление заказа, получение заказа, оплаты. Да, и кого еще интересует вопрос заработка, причем такого немаленького, где-то мой среднемесячный доход составляет 80 тысяч рублей, то тоже в Элком регистрируйтесь по ссылке, но это только для новых консультантов. Те, кто уже в компании Фаберлик зарегистрированы, то обращайтесь к своим консультантам. И если вы зарегистрируетесь по нашей ссылке, она вас обязательно найдет, добавит в Айбер, чат у нас есть закрытый, то есть она в любом случае с вами свяжется. Но если нет, в крайнем случае, напишите ей. Тоже можно ее везде найти, ВКонтакте, в Одноклассниках. Нет, напишите мне, я ее найду. И вас там соединим вместе. Подписывайтесь на канал, кто еще не сделал, ставьте пальчик вверх, либо дизлайки. И до новых встреч, всем пока-пока.